Скоро день рождения у друга? Не знаешь, что подарить? У меня есть идея. Как сделать оригинальную подарочную коробочку из бумаги с сюрпризом внутри? Сделаем ее своими руками. Положим подарочек или разные вкусняшки. Ну а прежде подпишись на наш канал Поделки Самоделки и поставь лайк за коробочку из бумаги. Поехали! Первым делом берем белый лист бумаги размером 15 на 15 сантиметров. Складываем его пополам. Раскрываем и складываем еще раз пополам, но только с другой стороны. Теперь все углы сгибаем к центру, получая чуть меньший квадрат с треугольниками внутри. Далее правую и левую стороны сгибаем к центру. Получаем две полоски. Раскладываем и проделываем такие же действия, только с противоположных сторон. Теперь при раскрытии получится вот так. С легкостью сгибаем бортики для коробочки со всех сторон. Повторяйте все за мной. Если что, жми на паузу. Замечательная коробочка. Откладываем в сторонку и берем цветной листочек бумаги размером 13 на 15 сантиметров. Складываем пополам, но не делаем сгиб. А лишь только загибы сверху и снизу, чтобы видеть центр нашего листочка. Теперь можно с легкостью загнуть края слева и справа к центру. Склеим получившиеся края клеем. С длинной стороны сделаем отметки карандашом в 6 и 9 сантиметров. Сверху и снизу. По отметкам с помощью линейки сделаем два сгиба. Все это дело хорошенечко прижмем пальчиками. Проверьте, все ли верно. Приклеим внутреннюю деталь. Клей нанесем только на дно коробочки и на одну боковую часть. Вот так. Отлично. Отложим коробочку из бумаги в сторону и возьмем того же цвета полоску размера 2 на 6 сантиметров. Сложим ее пополам. Это будет замочек из бумаги для нашего подарка. Приложим и сделаем нужные загибы с двух сторон. Вот так. На один нанесем клей и приклеим к нижней части коробочки. Сверху мы сделаем вот такой декор. Он будет держать наш замочек сверху. Левую верхнюю часть мы украсим цветком. Для этого берем небольшой квадратик, сложим его по диагонали, затем пополам и еще раз пополам. Нарисуем лепесток. Вырежем. Тем самым получим миленький цветочек. С помощью ножниц надавим на каждый лепесток. Только слегка. Все это дело утроим, чтобы наш цветок был объемным. Склеим их вместе и по центру украсим гламурной стразой. Перенесем его на нашу подарочную коробочку. Возьмем зеленый кусочек бумаги. Сложим его пополам и еще раз пополам. Нарисуем карандашом половинку листочка и вырежем. Тем самым получим два зеленых листочка. Приклеим их под наш цветочек. Вот какие красивые коробочки из бумаги. Откроем одну и положим в нее красивую цветную стружку. Стружку делать очень легко. Нарезаем тоненько цветную бумагу и ножницами закручиваем полосочки. Попробуй. Очень забавно. Немного разных вкусняшек и наш подарок для друга готов. Теперь ты можешь идти на день рождения. Сделаем лучший подарок на день рождения своими руками в виде подарочной коробочки с сюрпризом внутри. А какой это будет сюрприз, увидите чуть позже. Для нежного цвета коробочки берем розовую полоску 8 на 21 сантиметр. Я взяла бумагу плотности 160 грамм на метр квадратный. Сделаем сверху и снизу по метке по 5 сантиметров. С боковых сторон отметим 5, 10, 15 и 20 сантиметров. Проведем с помощью линейки и тупого предмета по всем линиям, слегка надавливая. После чего с легкостью сделаем сгибы. Отрежем вот эту часть, а она нам не понадобится. Далее сделаем надрезы по нижним линиям сгиба до первого. Вот так. Берем шаблон сердечка, я подготовила его заранее. Обведем его по контуру на каждой из будущих сторон. Затем вырезаем. Получилось очень красиво. Теперь склеиваем, формируя коробочку. Сначала склеим стороны между собой. А уже после нижнюю часть. Получилось все ровненько. Теперь нам понадобится 2 квадрата блестящего фоамирана размером 5 на 5 сантиметров. Приложим его к одной из сторон и перерисуем сердечко. Вырежем его и приклеим наш декор на 2 противоположные стороны бумажной коробочки. Переходим к внутренней части. Понадобится квадрат желтого цвета 14 на 14 сантиметров. Делаем на каждой из сторон следующие отметки. После по ним проведем тупым предметом, слегка надавливая. Сформируем сгибы. И у нас должно получиться целых 9 квадратов в одном. С двух параллельных сторон сделаем надрезы до первого сгиба. Вот так. Склеим заготовку, формируя коробочку из бумаги своими руками. Получилась прекрасная подарочная коробочка из бумаги. На боковые стороны наклеим 2 квадрата из блестящего фоамирана размером 5 на 5 сантиметров. Если будет торчать что-то лишнее, обрежем. Найдем центр при помощи линейки. Сделаем отметки и проделаем отверстие чем-то острым. Вденем в него атласную тонкую ленту. И с обратной стороны затянем узелок. Осталось положить наш сладкий сюрприз. Да, кстати, это мои любимые в виде котика. А какие конфеты любишь ты? Теперь все это соединим. Дарите своим близким радость такими оригинальными подарками, сделанными своими руками. Делать его очень легко и просто. Обязательно досмотри видео до конца, там тебя ждет сюрприз. Для подарка на день рождения нам нужно сначала взять квадрат размером 21 на 21 сантиметр. Со всех сторон делаем отметки в 7 и 14 сантиметров. Теперь по отметкам мы при помощи тупого предмета и линейки сделаем линии сгиба. После чего мы сложим коробку без всяких усилий, а самое главное – ровно. Надрежем центральные части до первого сгиба с двух противоположных сторон. Вот так. Теперь согнем их вовнутрь, но ненадолго. Нанесем клей на боковые квадраты. И начнем склеивать нашу подарочную коробку из бумаги. Для крышечки нам понадобится квадрат следующих размеров. Отмерим от каждого края по 2 сантиметра. Соединим все линиями. Но надавливать карандашом сильно не будем. Только слегка. Проведем по начерченным линиям тупым предметом. Точно так же, как мы проделывали ранее. И каждую сторону с легкостью согнем. На краях у нас получились маленькие квадратики. Надрежем каждый из них только с правой стороны. Согнем их вот в таком порядке и нанесем клей. Теперь все склеим вместе, формируя крышечку для нашей будущей коробочки. Вот так красиво у нас получилось. Для декора нам нужно взять две полоски шириной в 1 сантиметр. На крышечке найдем середину и сделаем слегка заметные линии карандашом. На них нанесем клей и приклеим наши полоски. Далее снимем крышечку. Вымерим, до какой длины нам нужно будет обрезать полосочки. Загнем их вовнутрь и слегка надавим вот здесь и здесь. Затем обрежем лишнее. После все приклеим. Теперь нам нужно украсить красивым подарочным бантиком. Для него возьмем бумагу размером 10 на 4 сантиметра. Сложим ее пополам и еще раз пополам. Затем пополам, но на этот раз только слегка прижмем вот в этом углу. Это будет наш центр, к которому мы приставим циркуль радиусом в 1,3 сантиметра. Прочертим полукруг. Нарисуем две линии вот в этих местах, не доходя до полукруга. Соединим все вместе. И вырежем. Раскроем и изогнем с помощью круглого предмета получившиеся лепестки. Склеим их в центре. Получился прекрасный бантик. Обклеим его в серединке полоской. Вырежем ленточки для дополнения нашего подарочного бантика. Для этого нам понадобится небольшой кусочек бумаги, сложенный пополам. И еще раз пополам. Получится вот такой небольшой прямоугольник. Один край мы надрежем наискосок. А затем с этого же края обрежем полностью. Раскроем и получим две ленточки. Согнем немного наискосок и склеим их вместе. Теперь осталось только приклеить их на нужное нам место. Открываем крышечки. Осталось положить в коробочку сам подарок. У меня будут это конфеты. Но сначала обязательно попробуем их, чтобы они были вкусными. Ммм, они еще и красивые в виде котика. Обязательно за них поставь лайк. Ммм, очень вкусные. Как вы думаете, такие конфеты понравятся? Мне да. А цени подарок лайком и порадуй своей подпиской. Всем конфетного мяу настроения. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...